Сегодня я хотел кратенько, тем более, что на улице холодно, хотя и солнечный такой прекрасный сегодня день, поэтому буду стараться быть краток, учитывая, что люди на улице и им холодно, часть людей, это сура Аддуха, 93-я сура Священного Корана, я сам ее периодически в намазе читаю, особенно, когда с детьми, но так мне смысл ее очень нравится. И, по-моему, за эти 21 с лишним год, по-моему, я Смим Барыч ни разу не цитировал. И, как раз, я думаю, несколько полезных наставлений, назиданий мы с вами сегодня из-за этой суры возьмем. Здесь Всевышний клянется светлым ярким утром. Клянется ночью, когда все вокруг спокойно, тихо. С одной стороны утро, вот оно солнце, все так красиво. С другой стороны спокойная ночь, тишина красоты ночи. То есть Всевышний, Аллах, Бог Господь, тебя не оставил, не покинул и не почувствовал к тебе неприязнь, если подстрочно. Ну, смысл то, что все в порядке, не беспокойся. В каких случаях мы можем начать беспокоиться. Человек, на самом деле, если верующий. У него, мы с вами говорили на Ваазе, внутренний сердечный трепет перед Богом. Он старается соизмерять. Не то, чтобы там некоторые слишком уходят, как один написал. Я, говорит, сейчас начал читать в интернете религиозные всякие там какие-то статьи, я вот даже шага не могу сделать. Это харам, то харам, это харам, еще что-то харам. Говорит, я вообще лучше дома сидеть и больше ничего не делать. Это уже другая крайность, соглашусь. Ну, а если человек все соизмеряет, последовательно также учится, работает семья, дети, религиозная практика. Шаг за шагом постепенно все это выстраивает. И это в итоге делает его лучше, благороднее, умнее, набожнее. И вот здесь, но у человека может пойти целый такой, люди даже некоторые пишут, периодически спрашивают в том же самом Инстаграм. То есть, прям некий поток или одно за другим возникающие проблемы. У кого-то на учебе, на работе, в семье, кто-то близкий заболел. И человеку начинает казаться, что вот Всевышний меня оставил, та может как-то вот разгневался на меня и вот у меня начались проблемы одна за другой. Вот в этом контексте нужно понимать, вот эту суру слышать. Ты же ничего плохого не делаешь? Нет. Киллером не работаешь? Нет. Не прелюбодей алкоголик? Нет. Не наркоман? Нет. В общем все нормально? Да. Но тогда в этом, в трудностях твоих и сложностях, которые появились, божественная милость. Преодолевая их, ты станешь еще лучше, еще умнее, еще опытнее. И вот здесь третий аят, это девяносто третий. То есть, Вышний тебя не оставил. И Он не почувствовал к тебе неприязнь. Но далее очень интересно. Даже в те периоды, когда какие-то трудности, сложности одна за другой. Следующий аят, четвертый. То есть, всегда ты должен где-то в глубине души понимать, что вечность, она лучше, чем эта жизнь. То есть, если ты ограничен лишь благами этой жизни, благополучием этой жизни, тебе будет сложно ее прожить. В ней всегда будут какие-то сложности. Даже если все, ты весь упакован материально, начнутся сложности в твоей душе. В твоих мыслях, у твоего соседа, он что-то тебе не так сделал. На дороге ты на машине кого-то задел, в бизнесе кто-то тебя подвел. Жизнь, она такая. Поэтому, да, в этой жизни нужно стремиться, чтобы все было хорошо, все было последовательно, по местам разложено. Но в этой жизни будут сложности, будут трудности. И легче будет их преодолевать, если ты слышишь на практике вот этот аят – то, что после смерти, вечность, там все намного лучше. Там уже этих проблем просто по определению не будет. То есть, ты поставь в том числе ориентир туда и тебе намного легче станет. В будущем Всевышний тебе даст Господь твой и ты будешь доволен. То есть, будь то в этой жизни преодолевая трудности, мы получаем от Всевышнего бонусы. Становимся здоровее, опытнее, где-то богаче. Мы получаем бонусы и мы довольны. Но основной здесь, конечно, подразумевается то, что после смерти, там дальше, если ты все правильно в жизни выстроил, ты получишь сполна и будешь очень доволен. И вот, чтобы человек не терялся в этих иногда временами потоках проблем разве Всевышний Творец не нашел тебя сиротой и приютил. Ведь очень часто, здесь не только обращение к Пророку Мухаммаду, вообще к любому человеку. Каждый человек, тем более сегодня, даже при всей средстве массовой информации, при всей электронике и так далее, очень часто люди испытывают внутреннюю пустоту и одиночество. Поэтому много суицида, в том числе. И среди молодых, и среди зрелых людей. Но если человек правильно применяет религиозные постулаты, религиозную практику, он скидывает с себя это одиночество. Это сиротское одиночество. Здесь как раз, разве Всевышний тебя не нашел таким одиноким и приютил тебя. То есть, когда человек на самом деле становится верующим, он не уходит дальше в одиночество, как некоторые. Наоборот, он чувствует вот эту вот широту и какое-то близкое к нему тепло. Всевышний нашел тебя заблудшим. То есть, ты искал, какой путь в жизни, самый оптимальный с этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки То есть, ты находился в поиске – Всевышний тебя наставил на верный путь. То есть, в этом уже ты должен чувствовать. Мы же все, что прошло, мы уже не ценим. То есть, у нас, я периодически сам детям говорю – послушайте, это очень важно. То, что вы здоровы, то, что у вас есть еда на столе, крыша над головой – это очень важно ценить. Супруга даже хотела специально. Хотя дети нормально, они дети, они ничего плохого не делают. Но и взрослые, мы и дети все равно, мы очень часто забываем о ценности того, что ими. Где-то находясь постоянно в будущем того, чего хотим. И даже супруга поэтому хотела одно время, послушала одного человека, поехать отвезти детей в Африку, какую-нибудь самую бедную страну, чтобы они увидели, как другие живут. Но потом хорошо, что поговорила с одним учителем. Тот учителем говорит – у меня знакомый музыкант поехал в Африку, тоже там. Но оказывается многие, которые туда едут, в бедные особенно страны, они подхватывают вирусы, которые нашей иммунной системе, к ним не привычны. И очень часто люди постепенно, очень быстро, к сожалению, умирают. То есть вирусы достаточно тяжелых заболеваний. Поэтому мы решили – нет, хорошо, ради такого важного наставления рисковать жизнью не стоит. Но, то есть понятно, конечно, человек скажет – там же тоже люди живут. Иммунная система совсем другая. Поэтому даже люди, когда спрашивают – делаете вы прививки или нет? Если вы по всему миру ездите, вам прививки нужны. Если ваши дети ездят в разные страны. Но, если нет, смотрите сами, как хотите. Мы делали детям. «Ведь Всевышний нашел тебя сиротой в одиночестве, и Он тебя приютил». И вот каждый из нас должен чувствовать, что сиротского одиночества в нашей душе быть не должно. Мы должны наоборот широту, тепло, Божественное благословение чувствовать. Он нашел тебя за лучшим, наставил тебя на верный путь. А это бесценно, 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 бесценно. То, что человек уверовал – это ценнее всех богатств, над которыми восходит солнце и заходит, как сказано в достоверном хадисе. Это бесценно то, что ты верующий человек. Но это не должно пробуждать в себе какую-то дикость, категоричность, какую-то радикальность или еще что-то. Наоборот – благородство. И еще раз – благородство. Всевышний нашел тебя нуждающимся. Можно сказать в духовной поддержке, в эмоциональной поддержке, но основное подразумевается именно материальный достаток. То есть у тебя ничего не было – и Он тебе дал. То есть в любом случае, если мы прокрутим назад, у нас раньше не было то, что есть сегодня. Но мы даже, опять же, и сегодня чувствуем какую-то – вот у нас проблемы, Всевышний о нас забыл. Вот у нас проблемы, и мы, наверное, что-то плохое сделали. Нет. Послушай, у тебя тогда вообще ничего не было. Сейчас у тебя очень много. А то, что возникают какие-то проблемы – это не значит, что что-то плохое ты сделали и Всевышний о тебе забыл. Абсолютно нет. То есть все хорошо. Вот сирота, не обижай его. Столкнулся ты с тем или иным, но опять же, те, кто верующие люди, если сердце трепещущее, то всегда, если мы с чем-то столкнемся именно касательно сирот, то мы всегда в этом участвуем. Мы стараемся как-то в этом соучаствовать. Просящего – не прогоняй криками. Опять же, здесь не говорится о московском паразитическом попрошайничестве, а просто человек оказался в трудной ситуации. Ты его знаешь. Возможно, твой дальний родственник, возможно, знакомый, кто-то студент, кто-то приболел. То есть человек, которого ты знаешь. И вот ситуация, что он просит. Но в наших реалиях, безусловно, не давать в долг, не превращать кого-то в паразита, постоянно от кого-то зависящего нет. Но бывают ситуации, когда люди в чем-то нуждаются, не прогоняя их криками. В аяте, если подстрочен. То есть как-то постарайся поучаствовать. . Да, с одной стороны важно, то же самое правило – деньги любят тишину. Но важный нюанс, даже в том числе и в Коране. . Да, как однажды один человек. То есть люди очень часто, у мусульман это есть, они говорят, что вот там нужно благие дела сделать скрытно. Я поэтому не раз в проповеди цитировал этот аят. В Коране говорится – те, кто тратит из своего материального достатка скрытно и открыто, публично. Но день и ночь, неважно в какое время суток. . Ими не будет, над ними не будет властвовать страх, они не будут опечалены. То есть здесь то же самое. . То есть рассказывай другим о тех благах, которыми тебе наделил Всевышний. То есть не хвастайся – нет. Не возгордись – абсолютно нет. Не смотри на других свысока – однозначно нет. Но в то же время, если у тебя в жизни что-то хорошее происходит, воодушеви другого. Поддержи другого, приведя ему какой-то хороший положительный пример. О чем-то хорошем, что в твоей жизни есть – скажи. . То есть тем ниома, тем благом, которые тебе Всевышний дал. Расскажи об этом другому. То есть поддержи его, вдохнови его. . . Продолжение следует...